Юбилейная дата. 60 лет со дня первого полета человека в космос. День космонавтики до Уфу отмечает запуском учебных ракет. 3-2-1 пуск. Юные королевы с гордостью смотрят на свои творения. Ракеты оснащены твердотопливными двигателями, рассчитаны на полет высотой 300-400 метров в зависимости от полезной нагрузки. Нагрузка разная. Камеры и датчики, которые транслируют данные на Землю в прямом эфире. Без аминок не обошлось, но запуск прошел удачно для всех. Сотрудники Роскосмоса тоже здесь. Наблюдают за юными талантами. Колени. Заметьте, какое большое количество ребят, молодых людей, девушек, увлеченно запускают пока учебные, пока модельные ракеты. Но я уверен, что любовь к ракетостроению, к космосу у них продлится через всю жизнь. И мы увидим новых королевов, янгелей, челомеев. Очень правильное мероприятие организовано в этом УЗИ. Центр проектной деятельности ДВФУ. Именно здесь студенты собирают настоящие ракеты и разрабатывают множество других проектов, связанных с космосом. В центр приходят студенты за получением компетенции soft skills, hard skills, которые сейчас актуальны на рынке биржи труда. Также приходят школьники, заинтересованные в собственном развитии и в развитии своих технологических навыков. Также здесь развиваются некоторые технологические стартапы, некоторые технологические проекты. Безусловно, все происходит на бесплатной основе, только желания и горящие глаза. Здесь же был построен спутник, который планируется запустить с Байконура в этом году. Третий-четвертый квартал этого года. То есть там будет слот времени, в который мы можем свой аппарат запустить. Они помещаются в одну общую большую ракету. То есть там летят большие аппараты, и там остается место, где можно поместить контейнеры с маленькими аппаратами, размеров 10 на 10 на 10 сантиметров, и они, получается, сразу пачкой уводятся из контейнера и улетают на орбите, кружатся. Спутник летит с заданиями – собрать данные о космической погоде и проверить способ получения тепла в космосе. В данном случае первое – это так называемая космическая погода. То есть это анализ, получается, частиц, через детектор частиц. Это эксперимент мы делаем совместно с МГУ. И, получается, еще эксперимент здесь местный – это использование, получается, пленок с специальным напылением, которые преобразуют ультрафиолетовое излучение в инфракрасное. То есть это очень интересная теория, которая поможет не только на орбите применять данные пленки, но еще и, например, при колонизации других планет. Ну, то есть, получается, чистый источник ультрафиолета идет, с другой стороны, инфракрасное. То есть это тепло и очень полезная вещь. Центр дистанционного зондирования Земли. Здесь установлено оборудование, при помощи которого студенты и школьники могут связаться с космонавтами МКС. Задать вопрос может любой желающий, но правила все же есть. Это обязательно должен быть сотрудник центра. Это может быть любой человек, у которого есть свой радиопозывной. А радиопозывной получить любительский довольно-таки просто. Необходимо изучить небольшой объем материалов и сдать необходимый тест в том же клубе радиолюбителей у нас в Владивостоке или в радиочастотном центре. После получения позывного нужно согласовать сеанс и вопросы для него. Вопросы задают самые разные. Кем хотели стать те же космонавты в детстве? Какие предметы в школе они изучали? Как они себя ощущают, когда впервые попали в космос? Есть ли там какой-то запах? Как они переносят различные болезни в космос? И вообще, есть ли зараза в космосе? Ну, в основном все вопросы такого формата. Запуск ракет школьниками, испытания студентами технологий, которые помогут при колонизации других планет. Свободный разговор с космонавтами на МКС. Все это стало возможным благодаря тому, что 12 апреля 1961 года Юрий Алексеевич Гагарин сказал свою легендарную фразу «Поехали». Екатерина Зверева, Игорь Болтов. Новости на Восьмом.